Бонжур, шерзами! Здравствуйте, друзья! У нас сегодня с вами новый марафон. Это марафон по фитюр-самплю. Будущее простое. Простое, потому что состоит из одного слова. А, например, по сей композе из двух. Достаточно легкая тема, но все равно мне удалось делать 25 как минимум уроков. И, как вы знаете, обычно я в процессе еще что-то придумываю, потому что моя страсть – это давать вам совсем маленькие кусочки, кирпичики и отрабатывать их, чтобы далее уже какие-то более сложные единицы с вами строить абсолютно уверенно на хорошей базе. Так вот, в этом марафоне у нас будет с вами все. Это, конечно же, образование. Образование глаголов первой группы. Образование глаголов первой группы с особенностями. Увидите, если не заметили, что там есть орфографические особенности, на которые, конечно же, нам нужно обращать внимание, потому что мы с вами не просто хотим говорить, а хотим говорить красиво, грамотно. То есть мы стремимся к качеству. Далее – это уже 10 уроков как минимум. Далее у нас, конечно же, будет употребление с вами. Сравним это тоже с фитюр-проше, с ближайшим будущим. И, в общем, будем оттренировывать эти формы, чтобы все было хорошо. Глаголы третьей группы. Глаголы третьей группы с небольшими особенностями. И, конечно же, нерегулярные глаголы, где формы просто невероятные. Глаголам вае первой группы, который тоже тут наша звезда будет светить. И, в общем, будет интересно. Все, как вы любите. Диктанты, упражнения, тесты. В общем, давайте начнем. И, конечно же, первый урок мы всегда публикуем везде, чтобы вам понравилось. Если вдруг понравится, присоединяйтесь к нам и делайте, в общем, все вместе с нами. Первый урок это «je voyagerai», наша цитата, такая ключевая «je voyagerai Paris». Я обязательно поеду в Париж. Я поеду в Париж. И, bien, давайте посмотрим, проанализируем, что у нас тут с вами есть. Большими буквами вы видите «je voyagerai» и зеленым цветом. Вы сейчас концентрируетесь и сами анализируете, что это, что вы видите, как это образуется. Многие из вас уже догадались, это здорово, потому что мы всегда еще с вами стремимся и такие вот аналитические способности развивать, то есть уметь анализировать самим и делать выводы. Это очень полезно, потому что не всегда своевременно приходит теория, а язык он везде, если тем более вы интересуетесь и смотрите что-то на YouTube, смотрите сериалы или вообще просто на улице где-то. Многие у нас ученики за границей, во Франции, в Швейцарии и в других странах франкоязычных, находитесь и, в общем, слышите. И то есть вот слышите, вам интересно, попытайтесь проанализировать и сделайте выводы сами. А когда теория уже придет, вам будет легче ее уже на благодатную почву. Поэтому все это выучится вообще за секунды, можно сказать. Так вот, посмотрите, проанализируйте и правильно. Я думаю, что вы сделали вывод. У нас самая главная основа – это инфинитив. Вот он заканчивается на «er» – «voyager» и дальше прибавляется окончание. И вот посмотрите, окончание внизу у вас выделено белым цветом все – «a», «as» и так далее. Сейчас я все прочту. Давайте добавлять везде «a» – «pari», хорошо открывая рот, мы будем разминать его, потому что «voyager» тут и «era». В общем, мне очень нравится это время. К сожалению, не так часто, как хотелось бы употреблять его, но метко. Давайте все прочтем. Я поеду, попутешествую, буду. В общем, вот так все это переводится. Потом подробно мы это с вами посмотрим в употреблении. А сейчас нам важна форма. Самые простые глаголы, первая группа, регулярно все. «Je voyagerai à Paris». Прямо как «auto-affirmation», такая прям установка. «Tu voyagerai à Paris». «Il voyagerai à Paris». «Nous voyagerons à Paris». «Vous voyagerai à Paris». «Elles voyageront à Paris». Чтобы было видно побольше, четче, я выбрала по одному лицу, в единственном числе я выбрала «il», а во множественном «elle». Вы можете, конечно, больше все это прописать. Если вы пишете, это здорово. Тетрадочку нужно завести, свои отметки, какие-то пометочки делать. 25 уроков как минимум вам потом будет самим перелистывать удобнее. Не где-то на листочках, а именно в организованном месте, в тетради, в папке все это хранить. И посмотрите, пожалуйста, тоже на это спряжение, посмотрите на окончание и попробуйте сделать какую-то такую систему, какую-то подсказку себе для того, чтобы вам было проще запомнить. Я вам сейчас покажу то, что я называю «astuce». «Astuce» – это какая-то уловка, которая помогает в разных ситуациях в данном случае запомнить спряжение и формирование времени в фитюр-сампле. Показываю вам то, о чем я говорю, а это у нас башмак. Кто со мной делал другие марафоны, вы уже к нему привыкли, вы уже его много раз видели. То есть получается у нас в башмаке «je voyagerai», «tu voyagerai», «il voyagerai», «elles voyageront». Отдельно «nous voyageront», «vous voyagerai». Почему? Потому что, посмотрите на окончание, вы догадались, это глагол «voir». То есть да, мы к инфинитиву в башмаке прибавляем глагол «avuag», а в формах «noivu» у нас окончание настоящего времени глаголов первой группы. Мне кажется, не очень сложно. Обо всем, конечно, нужно думать, но это тоже своевременно. Если пришло к вам, то не очень сложно. Когда вы еще о глаголах первой группы в настоящем времени думаете, в общем, о глаголе «avuare» не всегда помните. Конечно, это сложно. А если «avuare» у вас хорошо усвоен и первая группа для вас как семечки, то все будет, условно, за секунду проходить. У всех быстро, конечно, по-разному характеризуется, но, в общем, вам будет достаточно легко. Если недоучен «avuare», если с глаголом первой группы проблемы, поучите их и потом возвращайтесь сюда. Bien, on y va. То есть перепишите, пожалуйста, этот глагол и желательно тоже в отрицание. Отрицание мы с вами здесь не проходим, у нас будет дальше с вами тоже занятие марафон по отрицанию. Это наша незадача сегодня, так что не будем на это тратить времени. И посмотрите, я дала вам несколько глаголов. Это глагол «parler», «regarde», «organise». Вы вспоминаете все глаголы, которые, помните, глаголы именно первой группы. Даже если там будут глаголы с особенностями, ничего, потом, когда я буду вам рассказывать про глаголы с особенностями, вы просто возвратитесь и исправите, добавите, чего не хватает. И вам тогда лучше запомнится. Но, конечно же, я думаю, если вы смотрели мои марафоны про французские глаголы и другие, то вы уже на многом вообще догадаетесь сами, и даже, в общем, вам будет очень легко. И проспрягайте, пожалуйста, глагол «parler», и можно даже «parler français», «futur», «simple», «самостоятельно». И через секунду я открою файл, и вы увидите, как это все у нас спрягается правильно. И давайте посмотрим. И в отрицании сами в комментариях, если в соцсетях, пишите в комментариях, если на платформе, в комментариях пишите, это полезно. И давайте посмотрим глагол «organiser», обратите внимание, он начинается с гласной. В отрицании, в утверждении, хотите, пишите у себя в тетради, можете в комментариях здесь написать, мы посмотрим. И проверяем. Обратите внимание, «e» перед «r», «e», «кадюк» не читается. Ее можно, конечно же, прочесть, но это сложнее, и никто так не делает. То есть, «j'organiserai», «nous organiserons» сложно. Нет. Но к этому нужно, конечно же, привыкнуть. Есть буквы, не читается, но на уровне «a2» я думаю, что вам это уже совершенно легко и просто. На сегодня это все. Учите, спрягайте, все глаголы первой группы вспоминайте. Время замечательное, красивое, работаем над «e», учим новые слова и закрываем все пробелы. Будет очень интересно. А-а-бято.